Привет, Форест. Это наш новый специальный помощник из города. Будет нам помогать, чтобы у нас тут все гладко шло. Что именно ты имеешь в виду? Что вас так рассмешило? Меня зовут Чарли Рейкс, я из Чикаго. А этот твой брат, чтобы его... Где он? В машине кто? Это новый окружной прокурор, Мейсон Орделл. Он хочет, чтобы каждый мог спокойно делать свой бизнес. Генри, узнай, чего хочет мистер Орделл. Пит, это что за сукин сын такой? Я? Я тот, кто сильно затрудняет тебе жизнь, если не будешь слушаться меня, Увалин Деревенский. Никогда больше не трогай меня. Ладно, ладно. Форест, все уже решено. Вскоре мы задействуем весь округ. Двадцать долларов в неделю по тридцать долларов загрузки. И свободный проезд по округу. Никто тебя не побеспокоит. А меня никто и не беспокоит. Мистер Орделл, он хочет попробовать ваш лучший яблочный бренди. Надеюсь, этого хватит. Я могу помочь, сынок? Да. Пришлете вашего клоуна с бабочкой еще раз. И гарантирую, что вы лично будете вытаскивать топор из его черепа. Вы поняли меня? Ты об этом пожалеешь, Форест? Уже жалеет, он просто слишком тушен, чтобы это понять. Мэгги, быстро идите в дом. Если хочешь, можешь попробовать. Говори, Джимми, у меня бизнес простаивает. Форест, есть шанс срубить хороших динжат, пока дела идут в гору. Но чтобы поезд шел гладко, рельсы нужно смазать. Да, я понял тебя, Джимми, и знаешь. Мы с тобой давно друг друга знаем, поэтому я потрачу еще немного времени. Я Бондурант. Бондуранты ни перед кем не стелятся. Мы будем работать так же свободно и чисто, как раньше. Лично я денег платить не стану. Ни Мэйсону Варделлу, ни следующему кровососу, который придет. Никогда не платил и не буду. Жаль, что ты так настроен, Форест. Джимми, может быть, ты хочешь что-то серьезное мне сказать? По-старому не получится больше. Раньше у тебя были яйца, Джимми. Посмотрим, что будет дальше. Джентльмен.